Национальное собрание Франции приняло резолюцию, осуждающую геноцид мусульман и угоров в Китае. Документ был одобрен практически единогласно. За его принятие высказали 169 депутатов Нижней Палаты парламента. Пятеро воздержались, и лишь один проголосовал против. Пресс-секретарь социалистической партии Оливье Фор представил текст резолюции, осудив беспощадную машину, нацеленную на культурное и биологическое искоренение народа. В документе говорится, что Национальное собрание официально признает насилие, совершаемое властями Китайской Народной Республики в отношении уйгуров, преступлением против человечности и геноцидом, и осуждает его. Фор также критически высказался о западных компаниях и предприятиях, которые продолжают прибегать к принудительному труду уйгуров на своих производствах в Китае. Китай – великая держава. Мы любим китайцев, но мы отказываемся подчиняться пропаганде режима, который делает ставку на нашу трусость и нашу алчность, чтобы совершить геноцид у всех на виду. Кроме того, депутаты также выразили обеспокоенность участью представителей других тюркских народов, проживающих в Китае – казахов, узбеков, татар и каргызов. Члены Национального собрания призвали правительство Франции присоединиться к резолюции и принять необходимые меры, скорректировав стратегию взаимодействия с Пекином, приняв во внимание систематические нарушения прав человека. Глава Всемирного конгресса уйгуров Далкун Айса приветствовал резолюцию Национального собрания Франции, назвав ее необходимым этапом на пути к более широкому международному признанию геноциду уйгуров. Ранее такие страны, как США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Канада предприняли шаги на пути к официальному признанию геноциду уйгуров.